Нижегородская область к чемпионату мира по футболу готова. Об этом заявил Глеб Никитин по итогам совещания, посвященного подготовке к турниру. Остались лишь некоторые участки, которые вызывают вопросы. Один из них это синий забор вокруг участка, предназначенного для строительства нового трамплина. Я прошу Антона Валерьевича Валерья обеспечить приведение в надлежащее состояние этого забора, потому что он опять как со свалки. Может быть и природа здесь постаралась, но в первую очередь люди выглядят как пожеванный мусор, приведите его в надлежащее состояние в установленные сроки и при необходимости устроите баннеры по границам этого забора. Мы в начале года развернули работу по благоустройству города, в части приведения в порядок фасадов, установки фальшфасадов, сносу домов. Я хочу обратить внимание, сделать акцент на следующем. У нас сейчас уже снесено 56 старых подлежащих сносу домов, которые не сносились годами. Здесь еще в работе. У нас восстановлено 545 фасадов уже. Стоит ли объяснять, что такие работы не проводились опять-таки в Нижнем Убле годами? Это совершенно новый формат, новый темп и новый облик города. Кстати, сегодня же Глеб Никитин прокомментировал неожиданные, по крайней мере для прессы, отставки руководства Нижегородского метростроя. Месяц назад по собственному желанию уволился заместитель начальника главного управления по строительству и ремонту метрополитена Игорь Монов. А сегодня стало известно об увольнении начальника Юрия Гаранина. Что касается каких-то кадровых решений вчерашних или более ранних, это нормальная абсолютно ситуация ротации кадров в администрации Нижнего Новгорода. Кто-то приходит, кто-то уходит. Мы обновляем команду, идет обновление. Соответственно, пользуемся ресурсами, в том числе уже запущенного портала, запущенной команды правительства. Постоянно мониторим там подаваемые заявления, приглашаем людей на собеседование, назначаем и так далее. В данном случае это одно из таких явлений, насколько я знаю, по этому направлению, по направлению строительства приглашаются высокопрофессиональные, известные, авторитетные люди, поэтому здесь я никаких опасений не вижу. Все работы, необходимые с точки зрения функций заказчика, практически уже завершены. Естественно, что там какое-то еще документальное оформление будет продолжаться. 12 июня мы откроем станцию и протестируем ее на Большом пассажиропотоке. Дальше она будет работать в плановом режиме, как любая станция метро.